Первый соляной переулок 3, район Живаховой горы. Двухэтажное здание со столетней историей буквально рушится на глазах. В доме 9 квартир, в которых живут преимущественно пенсионеры. Как могут, отдаляют обрушение здания за свой счет. Первая проблема дома – это наша крыша. Это первая, как говорится, крыша и цоколь дома. Дом начал садиться. Нет подвала. Дом стал садиться. Пошли трещины. Маленькие, но пошли трещины. С улицы видно лучше. С внутренней стороны, мы уже четвертый или пятый уже год, мы стараемся сами. Шкрябаем, подмазываем, шкрябаем, подмазываем. Потому что если мы упустим, это будет катастрофа. Квартиры у нас очень сырые. В доме нет, как объяснить правильно, нет и гидроизоляции, и фундаменту. На два метра вот стены в квартире все мокрые. И мы от этого болеем. И как бы сами мы своими силами не сможем это сделать, привести этот дом в порядок. И это при неподъемных коммунальных тарифах. Так, СДПТ, содержание придомовой территории, здесь стоит 7 гривен за квадратный метр. Инфоксводоканалу они должны уже более 78 тысяч гривен. Такая сумма набежала за то, что местные жители города-миллионников в 21 веке пользуются выгребными ямами. У нас нет канализации. Провезти сюда это невозможно. Мы пытались договориться с водоканалом, но оказалось, что мы в низине. И если мы проведем, так наоборот все будет к нам поступать. У нас у каждого свои ямы. Получилось так, что мы когда перешли в СНД, мы выкачивали ямы все время за свой счет. А неправильно составили документы и получилось, что у нас столько, сколько мы потребляем воды, столько у нас берут за эти выгребные ямы. Причем год брали, но они ни разу нам не выкачивали. Крыша течет, в квартирах сырость и грибки, на стенах трещины. Все идет к тому, что здание вышло на финишную прямую своего существования. Что неудивительно при таком уходе. В прошлом году было создано ОСМД «Соленой-1». Но опять же, ОСМД подразумевает решение жилищно-коммунальных вопросов за свой счет. Председатель обслуживающей организации говорит, что на следующей неделе будет встречаться с директором профильного департамента горсовета по этому вопросу. Два дня у нас была конференция именно по теме жилищно-коммунальной сферы. Два дня присутствовал директор департамента Усовских Наталья Ивановна. Она повещала, что на следующей неделе мы с ней созвонимся и будет у нас с ними встреча именно по поводу этого адреса. Еще до создания ОСМД, будучи на балансе хлебзавода, люди неоднократно обращались в мэрию. Но чиновники оставались глухонемыми по отношению к жильцам дома. Сейчас у власть придержащих есть реальная возможность помочь. Репортер будет следить за развитием событий. Константин Гречан и Владимир Ивжич, телеканал Репортер.